Давайте еще раз вспомним главные события, которые у нас были в этом матче. Первый период. И как бы все сложилось, если бы Владимир Коротков реализовал свою возможность. Выход один на один. Но Никита Богданов, возможно, совершил ключевой сейф в этой встрече. Игорь Попов здесь отдает шайбу под бросок Дмитрию Байчуку. Неплохой выстрел под перекладину. Снова на месте Богданов. Через левый клан много тюменцы атаковали. Давыдов здесь нашел Ичменева параллельной передачей. Но не сумел на гопный форвард Рубина замкнуть пас своего капитана. Ну а далее уже Антон Ревкин. Вывелся на удобную позицию. Помог ему рикошет от защитника. И без сопротивления. 45-й номер Рубина бросал. Но вновь, вновь Богданов сыграл выше всяких похвал. Ну и Игорь Тяло тоже был в игре. Вот мы видим, как он здесь серию бросков отражает. Были и рикошеты на его ворота. Ну вот победный гол. Кто бы мог подумать, что уже в первом периоде он произойдет. Убегает здесь от всех Иван Ларичев. И отправляет шайбу уже в пустые ворота. Не наяву следили здесь защитники тюменцев. За Юрким форвардом. И отличный подарок на прошедший день рождения себе Ларичев оформил. Второй период. Оказался он безголевым. Видим мы, что начался с атак с Каневы. Тяло. Пришлось вновь вступать в игру. Ну вот хороший момент создал Александр Федотов. Мощный щелчок по воротам Богданова. Ну и далее толчье. Угольников и Рехтин пытались все-таки шайбу за спину голкиперу затолкать. Не получилось. Из угла площадки здесь. На ворота соперников. Ныжок вылазил. И отдавал передачу в направлении Альберта Конозова. Которому сегодня еще будет суждено отличиться. Но не смог он этого сделать. Как и не смог. Все-таки по-моему кто-то. Никита Кротиков был. Вроде бы Никита Кротиков. Самый опасный момент тюменцы свою пустили во втором периоде. Ну и в третьей 20 минутке у них возникали ситуации для взятия ворот. Вот мы видим здесь Попов замыкал передачу из-за ворот. Не точно. Михаил Шабанов здесь подкоролил ошибку Владислава Валенцова. Но опять же успел закрыть угол своих ворот голкипер. Бросал по воротам Байчук. Давыдов здесь не сумел добить. Не сумел все-таки добавить шайбу ворота. Да и такое чувство, что сами питерцы этим были разочарованы. Ну вот и снял голкипер и теменский рубин. После чего получил свою вторую пробоину. Броском в пустые ворота отличился Альберт Конозов. Ну для такого мастера подобные выстрелы, конечно же, как семечки. Щелкать 2-0. Окончательные цифры на табло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова у. Субтитров А.Кулакова К вот и субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Б Bubble